Здравствуйте! Нам нужно решить следующую задачу. Периметр прямоугольного забора составляет 0,72 км. Чему равна ширина огражденного участка, если его длина 160 м? Сразу бросается в глаза, что нам даны разные единицы измерения. Периметр выражен в километрах, а длина в метрах. Вероятно, от нас хотят, чтобы и ширина была в метрах, поскольку длина выражена в метрах. Сначала я преобразую километры в метр. Нам дан периметр, обозначим его p. p равно 0,72 км. Это сокращение от километров. Кило-метров. Приставка «кило» обозначает 1000. И мы можем сказать, что на каждый километр приходится 1000 метров. Другими словами, здесь у нас 1000 метров на каждый километр. Вы, возможно, спросите, почему здесь мы умножаем вместо того, чтобы делить? Самый простой и самый лучший способ что-то понять, так это просто немного подумать. Километр – это очень много метров. Если быть точным, то это 1000 метров. И если мы преобразуем километры в метры, в результате мы должны получить намного большее число. Не имеет значения, какое число выражено в километрах. В метрах оно должно быть намного больше. Вот почему здесь мы умножаем. Если нас волнуют единицы измерения, мы можем посмотреть сюда. Километры здесь и здесь сократятся, и останутся только метры. А это именно то, что нам нужно. Теперь нам надо 0,72 умножить на 1000 метров. А чтобы умножить число на 1000, или на 10 в любой степени, следует просто перенести запятую вправо. Допустим, если мы умножаем 0,72 на 10, то мы должны перенести запятую на один знак вправо. То есть если мы умножим на 10, то получим 7,2. Если умножим на 100, то это будет 72. А если умножим на 1000, в результате мы получим 720. Здесь я дописываю 0, так как нам надо перенести запятую еще на один знак. Значит, 0,72 км – это то же самое, что и 720 метров. Это у нас периметр. Теперь давайте вспомним, что такое периметр. Нам нужно это, чтобы выяснить, чему равна ширина. Давайте здесь нарисуем небольшой прямоугольник. Вот наш прямоугольник. В условии задачи сказано, что длина равна 160 метрам. Допустим, вот эта сторона будет длиной. Длину обозначим через L. И она равна 160 метрам. Также длиной будет и эта сторона, поскольку это у нас прямоугольник, а у прямоугольника противоположные стороны равны. А это будет ширина. Обозначим ее через W. И это тоже ширина. А что такое периметр? Периметр – это сумма длин всех сторон прямоугольника. Другими словами, периметр будет равен длина плюс ширина плюс снова длина и плюс еще ширина. Следовательно, теперь мы сможем найти W. Таким образом, p равно L плюс W плюс L плюс W. Нам известна длина, следовательно, p равно 160 метров плюс W плюс 160 метров плюс W. Также мы знаем, чему равен периметр – он равен 720 метрам. Следовательно, 720 метров равно 160 метров плюс W плюс 160 метров плюс W. Существует много способов найти w. Например, если мы сложим ширину и длину только один раз, то эта сумма будет равна половине периметра. Другими словами, если я возьму всего половину прямоугольника, то это будет половина периметра. Итак, мы берем одну ширину, то есть w, прибавляем одну длину, то есть 160 м, и в результате получаем половину периметра, то есть 1 вторую умножить на 720 м. Следовательно, w плюс 160 м будет равно 720, деленному на 2, или 360. А значит, w плюс 160 м равно 360 м. Как видите, у нас здесь w плюс 160 м равно 360 м. А значит, мы можем отнять 160 м от обеих частей выражения. Или мы можем вычислить значение w в уме. Если я скажу что-то плюс 160 равно 360, то что-то будет равно 360 минус 160. Следовательно, w будет равно 200 м, поскольку 200 плюс 160 равно 360. Таким образом, w равно 200 м. Если же вы хотите сделать все более формально, то давайте отнимем 160 м от обеих частей выражения. В результате у нас получится w равно 200 м. Это был первый способ решения задачи. Во втором же способе мы приступаем непосредственно к решению вот этого уравнения. Следовательно, 720 равно… 160 м плюс 160 м – это 320 м, а значит, 320 плюс… А здесь w плюс w равно 2w, поскольку 1 плюс 1 будет 2. Таким образом, 720 равно 320 плюс 2w. Теперь можно и подумать, какое число плюс 320 равно 720. Это число 400. Или можем это сделать более формально, вычесть 320 из обеих частей выражения. И если мы отнимем, то в результате получим 400 равно 2w, поскольку в правой части 320 минус 320 равно 0. А теперь, если мы 2 умножим на какое-то число и получим 400, то это число будет равно 200. Но если вы захотите и здесь сделать более формально, то вам надо разделить обе части выражения на 2. Но в любом случае мы получим один и тот же ответ – w равно 200. Надеюсь, все было понятно. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Первый путь А субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...